1415-1423 годы. Нет сомнения, что Василий, будучи в ханской столице, снова обязался платить дань могулам. Он платил ее, кажется, до самого конца жизни своей, несмотря на внутренние беспорядки, на частые перемены в Орде. Керембердей, друг россиян, был неприятелем Витовта, который, желая свергнуть его с престола, объявил царем копчакским князя Могольского именем Бецебулу и в Вильне торжественно возложил на него знаки царского достоинства, богатую шапку и шубу, покрытую сукном багряным. Керембердей, победив всего Витовтова хана, отсек ему голову, но скоро погиб от руки своего брата Геремфердена, бывшего усердным союзником государя Литовского. Кроме сего главного хана, непрестанно являлись в улусах иные цари, воевали между собою или грабили наши пределы. Так в 1415 году один из них, взяв елец, убил тамошного князя. Так царь Барк, сын Кайричака, победив другого именем Куйдадата, приступал в 1422 году к Адоеву и пленил множество людей, но должен был оставить их, настиженный в степях князем Юрием Романовичем Адоевским и Мценскому, воеводую Григорием Протасьевичем, которые после, соединяясь с друдскими князьями, разбили и Куйдадата. Сей князь тревожил набегами и Литовские, и Российские области. Почему Витовт, сведав о приближении его к Адоеву, требовал содействия от великого князя? И хотя москвитяне не успели взять участие в битве, однако ж Витовтовы полководцы, пленив двух жен Куйдадатовых, одну отправили к своему государю, а другую в Москву. Между тем и старец Идигей, уступив Орду Копчакскую или Волжскую сыновьям Тахтамышевым, властвовал как государь независимый в Улусах Черноморских. Будучи врагом Витовта, он в 1416 году разорил многие литовские области. Не мог взять укрепленного Киевского замка, но ограбил и сжег все тамошние церкви вместе с Печорскую лаврою, пленив несколько тысяч граждан. Так что с сего времени, по словам историка Длугаша, Киев опустел совершенно. Наконец Идигей, желая спокойствия, прислал в Дарвитовту трех вельблюдов, покрытых красным сукном и двадцать семь коней со следующую грамотую. Князь знаменитый, в трудах и подвигах чистолюбия застигла нас обоих унылая старость. Посвятим миру остаток жизни. Кровь, пролиянная нами в битвах взаимной ненависти, уже поглощена землею. Слова бранные, коими мы друг друга огорчали, развеянный ветром. Пламя войны очистило сердца наши от злобы. Вода угасила пламя. Они заключили мир. Имея долговременную рать с прусским орденом, Витовт жил мирно с Василием Дмитриевичем, который даже не отказался помогать ему войскам. В 1422 году при осаде Голуба или Кульма были у Витовта союзные дружины Московская и Тверская, или великие россияне, как сказано в тогдашней переписке ордена. Уверяя зятя в своей приязни, Витовт в то же время грозил новогородцам как державе особенной. Желая быть в дружбе и с литовским государем, и с московским, они вторично приняли к себе Ольгердова сына Лугвения начальствовать в их областных городах, а брата Василиева Константина Дмитриевича, наместником великокняжеским в столицу, но сия политика не имела совершенного успеха. Примерясь с немцами, Витовт и король Егайло велели Лугвению ехать в Литву, и все трое вместе возвратили мирные грамоты новогородцам. Лугвений писал, что он, быв у них только на жалованье, разрывает сию связь, неприятную его братьям, которые составляют с ним одного человека. «Да будет война между нами», — сказали вечу послы Королевские и Витовтовы именем двух государей. «Вы обещали и не хотели действовать с нами против немцев. Вы торжественно злословите нас и называете погаными. Вы благотворите сыну врага нашего Юрия Святославича». Феодор Юрьевич Смоленский действительно жил там и пользовался великодушную защитой правительства. Сей юный князь спешил объявить своим покровителям, что не хочет быть для них виною опасной вражды. Он немедленно удалился в немецкую землю. Новогородцы могли бы обратиться к великому князю, но, не имея к нему доверенности, старались сами обезоружить Витовта, и ссора кончилась миром в 1414 году на старых условиях, как сказано в летописи. Ибо государь Литовский не думал прямо воевать с ними, а только искушал их твердость угрозами, в надежде, что сия народная держава согласится иметь одну политическую систему с Литвою, одних друзей и неприятелей, то есть давать ему или войско, или серебро в случае войны с немцами. Властолюбие его тогда не простиралось далее, ибо Василий Дмитриевич, уступив тестью Смоленск, без кровопролития не уступил бы Новогорода, который издревле считался областью великокняжескую. Однако ж новогородцы поставили на своем, удержав право мириться и воевать по собственной воле, а не в угодность государю Литовскому. Во все княжение Василия Дмитриевича они не имели никакой важной рати с неприятелями внешними. Толпы шведов грабили иногда в окрестностях городка Ямы, ныне Ямбурга, в Карелии и на берегах Невы, но уходили немедленно. Россияне в наказание за то сожгли предместье Выборга и несколько сел в окрестностях. Двинский посадник Яков Стефанович ходил с малочисленную дружиною воевать пределы Норвегии, а мурмане, или норвежцы, числом до 500, приплыв в лодках к тому месту, где ныне Архангельск, обратили в пепел три церкви и злодейски умертвили иноков монастырей Николаевского и Михайловского. С ливонскими немцами в 1420 году был у новогородцев дружелюбный съезд на берегу Наровы. Именем первых сам магистр Сиферт, ландмаршал Виллеребе, ревельский командор Дидрих и фокт-венденский Иоанн, от россиян же наместник московский, князь Феодор Патрикеевич, два посадника и три боярина утвердили вечный мир на древних условиях времен Александра Невского, касательно границ и торговли. Госвин, феллинский командор и ругодевский или нарвский фокт-герман приезжали для того в Новгород. Сия вольная держава долей обыкновенного наслаждалась тогда и внутренним гражданским спокойствием. Только один случай возмутил он и. Расскажем его в доказательство, какие маловажные причины могут иногда волновать общество народное. Некто Людин или простой гражданин именем Стефан, злобствуя на боярина Данила Божина, схватил его на улице, крича, добрые люди, помогите мне управиться со злодеем. Народ взял сторону Людина и без всякого исследования сбросил Данила с мосту. Один добродушный рыболов не дал утонуть невинному боярину, а народ в неистовстве разграбил дом сего человека. Дело могло бы тем кончиться, но Данила, желая мести, посадил своего обидчика в темницу. О чем узнав, все граждане торговой стороны взволновались, ударили в вечевой колокол, надели доспехи, взяли знамя и пришли в Кузьмодемьянскую улицу, где жил боярин Данила. В несколько минут дом его был сравнен с землею и Стефан освобожден. Завидуя избытку бояр и приписывая им дороговизну хлеба, они разграбили множество дворов и монастырь святого Николая, утверждая, что в нем боярские житницы. Сторона Софийская, где обитали граждане знатнейшие, противилась их злодеяниям и также вооружилась. Звонили в колокола, бегали, вопили и, стараясь занять большой мост, стреляли друг в друга. Одним словом, казалось, что свирепый неприятель вошел в город и что жители, по их древнему любимому выражению, умирают за святую Софию. В сие самое время сделалась ужасная гроза. От непрестанной молнии небо казалось пылающим, но мятеж народа был еще ужаснее грозы. Тогда архиепископ Новогородский Симеон, возведенный на сию степень по жребию из простых иноков, не будучи даже ни священником, ни диаконом, муж редких добродетелей, собрал все духовенство в храме Софийском, облачился в ризы святительские и, провождаемый клиросом, вышел к народу, стал посреди мосту и, взяв в руки животворящий крест, начал благословлять обе стороны. В одно мгновение шум и волнение утихли, толпы сделались неподвижны, оружие и шлемы упали на землю, и вместо ярости изобразилось на лицах умиление. «Идите в домы свои с Богом и с миром», — вещал добродетельный пастырь, — и граждане в безмолвии, в тишине, в духе смирения и братства разошлись. Сей достопамятный случай прославил архиепископа Симеона.